Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая Марина Вахрушева. Очередная интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Смотри до конца и не переключайся! 1 ноября в столице Татарстан состоялся чемпионат по хоккею среди мужских команд. На льду встретились сборные команды КФУ и Стрела. Напомним, что сборная Стрела является дебютантом данного чемпионата. О том, как прошла игра, в репортаже Влада Антоновой. 1 ноября сборная Казанского федерального университета одержала первую победу в рамках регулярного чемпионата по хоккею среди мужчин города Казани. Хоккейная дружина федерального на льду дворца по спортивной арене «Баска» встретилась с дебютантом Стрелой. Обе команды показали довольно скоростной волевой хоккей. Командой не скупились на силовые приемы, за которые шли удаления. Местами игроки команды Стрела оказались сильнее, создавали много опасных моментов у ворот галкипера КФУ. Но вратарь оказался несокрушимым и сыграл в ноль в этом матче. Отлично играли и другие игроки сборного федерального. Одна за одной шайбой залетали в ворота новичка, и к концу матча счет был 9-0 в пользу федералов. Лучше всех по количеству заброшенных шайб стал Артем Перов. Он оформил покер, забив тем самым четыре шайбы. По одной забили Даниил Гатин, Артур Чернов, Илья Тюленев, Дамир Салиев и Марат Хафизов. Это вторая крупная победа команды в этом учебном году. В последний раз сборная федералов разгромила энергетиков из КГУ со счетом 14-2. Итоги матча подвел главный тренер сборной КФУ по хоккею Алексей Ливанов. В принципе, поздравляю нашу команду с первой победой в чемпионате города Казани, среди мужских команд. Игра, с одной стороны, и легкая, и тяжелая, так как наши соперники, они впервые выступают в данном чемпионате. Но и с другой стороны, можно сказать, что ребята неплохо идут в чемпионате России по 2001 году. Желаем им удачи. Но в любом случае, мы после нового года еще встретимся в ответном поединке. Надеюсь, также подтвердим свои преимущества, превосходства и выиграем их. Влада Антонова, Владислав Сергеев, Неделя спорта. Следующий хоккейный поединок, но уже в рамках студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан, состоялся 3 ноября в Ледовом дворце «Золотая шайба». В этот раз соперниками сборной команды КФУ стала сборная КНИТУ КАИ. Как показали себя федералы и удалось ли им занять лидирующие позиции, в репортаже Анны Папандопула. 3 ноября в Ледовом дворце «Золотая шайба» сборная Казанского федерального университета сразилась с принципиальным соперником – сборной Казанского авиационного института. Желание победить сказалось и на характере игры. Однако федералы допустили ошибку в обороне, и уже на четвертой минуте первого периода был открыт счет. Шайбу забросил игрок КАИ Игорь Кузьмин. Не обошлось и без травм. Илья Харитонов получил удар клюшкой в лицо и не смог закончить игру. В первом отрезке матча сборная федерального не отличилась забитыми голами и пропустила еще одну шайбу. Дубль на счету Игоря Кузьмина. Второй период также начался с шайбы авиаторов. Гол на счету у Бориса Михалева. Счет стал 3-0. Как бы сборной КАИ не хотелось сыграть сухую, им это не удалось. Первую шайбу федералов забил Игорь Яунтонов. Но меньше, чем через минуту, игрок сборной КАИ Алексей Мельников забил четвертый гол ворота федералов. На второй перерыв команды ушли за счетом 4-1. Третий период команды провели менее активно. Было много удалений. Федералы получили возможность забить в неравных составах. Однако так и не смогли реализовать большинство. Команда Алексея Ливанова все чаще закрепляла в зоне и бросала по воротам противника. Но отыграться не смогла. В конце периода авиатор Кирилл Лучкин забросил пятую шайбу ворота КФУ. Точку в матче поставил игрок КФУ Артем Перов. 5-2 на табло. Мы играли в принципе неплохо. Ворота не попала. Реабилитироваться за прошлый сезон. Обидная победа была. На этот матч настроились хорошо. Играли в принципе и по тактике. Много моментов было, не забивали. Много не забивали. Так в принципе сыграли неплохо. Будем с каждой игрой добавлять. Все сильнее и сильнее. Будем бороться за золото. Стоит отметить болельщиков Казанского авиационного института. Которые создавали необычайную поддержку своей команде. Но на трибунах присутствовали не только болельщики КАИ. Команду Казанского федерального университета также поддерживали с трибун. Мне кажется вообще было бы здорово, если бы побольше болельщиков было. Очень интересная. Очень здоровская игра. Хочется, чтобы студенты немножко поддержали свою команду. Желаем здоровья Илье Харитонову и удачи в следующих играх в команде КФУ. Анна Папандопола, Софья Чугунова, Неделя спорта. Ну мы продолжаем программу Неделя спорта. И сегодня у нас в студии футбольный обозреватель, создатель проекта Фанка Александр Дегтярев. Саш, привет. Привет. Сегодня мы с тобой поговорим о твоем новом выпуске, который вышел на днях. Его ты отснял в набережных Челнах. Я знаю, сама поездка тебя очень впечатлила. Расскажи, собственно, о ней, пока не касаясь матча. Ну вообще поездка была, да, такая очень веселая. Мы ехали туда-обратно на машинках Блаблакар. Там мы потерялись на маршрутках. Проехали две или три остановки мимо. Просто потому что забыли, что в маршрутках надо заранее говорить. Остановите нам здесь или тут. Не знали, сколько стоит проезд на маршрутках. Блин, ну вообще Челнах такой смешной город. Он очень однообразный. Там, как мне кажется, не местному человеку очень легко потеряться. Ну а теперь поговорим о самой игре. Ты побывал на первенстве ПФЛ. Напомню, для наших зрителей на поле встречались футбольные клубы КамАЗ и НОСТа. Что бы ты в целом мог рассказать о ней? Ну вообще игра была достаточно вязкая. Хоть и нельзя ее назвать типичной игрой для ПФЛ, где то одной команде ничего не надо, то другой. Здесь игроки действительно боролись, бились до конца. Был очень хороший накал страстей. Моменты в принципе были, но практически все моменты остались в первом тайме. Ну а сейчас мы предлагаем вам, дорогие зрители, посмотреть новый выпуск Александры проекта Фанка. Смотрим. Всем привет, это проект Фанка и сегодня у нас необычный выпуск. Первенство ПФЛ, КамАЗ, НОСТа. Сегодня будет очень крутой матч. Но это не точно. Ну а пока до игры еще куча, кучайшая времени, пойдем гулять по этому наипрекраснейшему городу. Погнали. Вообще в Челнах сильно не разгуляться. Все районы очень похожи друг на друга. По крайней мере на наш дилетантский взгляд. Ну и наша экскурсия по городу началась как-то сумбурненько. Приехать в незнакомый город и потеряться в нем. Выполнено. Потерялась я, мама. Потерялась я. Игорь, скажи мне, как это произошло? Ну мы забыли суть маршрута, которая исключается в том, что ты должен сказать о том, что ты собираешься выходить. Еще у нас были проблемы с тем, что мы не знали, сколько нужно платить за проезд. Короче, путешествие по Челнам начинается с не самого хорошего. Ну и чтобы долго бродить на холоде, нужно подкрепиться. А есть в незнакомом городе лучше в проверенных местными ребятами местах. Так и поступим. Говорят, что если вы были в Челнах, но не ели сосиску в тесте из-за батыра, то вы не были в Челнах. Сейчас попробуем. Прикольно. Рекомендую. Это просто... Вкусно. Мы ведь приехали на футбол, так что решили гулять в сторону стадика, который уютно расположился в парке Гренада. Кто-то может сказать, зачем вы приехали снимать КамАЗ, это же клуб без истории. Абсолютно неправда. Такие имена, как Бухаров, Адам Винги, Козлов, Игнатьев из Локомотива. Ну, они вам ни о чем не говорят. Это же все воспитанники местного челнинского футбола. Да-да, именно Питер Адам Винги. Все эти ребята, вот здесь вот они. Ну, вы же понимаете, что это дорогого стоит воспитать как минимум четверых игроков, которые играли на очень высоком уровне российской футбольной премьер-лиги. Короче, мы возле стадиона КамАЗа, но зайти мы пока не можем, потому что кассы закрыты, ну и до матча еще примерно 3 часа. 5-10-5-го. 4-5-10-5-го. Ну и благополучно пропустив пару часов, мы все же взяли билеты и проникли на футбольную арену. Футболисты уже начали разминаться, а на стадионе становилось холоднее с каждой минутой. Матч проходит при достаточно холодных погодных условиях. Я не знаю, как мы закончим, но уже сейчас у меня сводят губы от холода, и моя дикция становится примерно вот такой. Короче, прохладненько, господа. Ну и, собственно, футбол. Голевой феерии никто, наверное, не ожидал, но 11-я минута и пенальти в гостевые ворота. Стадион практически ликует в ожидании легкого гола. И... Это что сейчас было? Еще раз. Да. Проходит около пяти минут, и шикарный пас находит Алексея Турика. И тот реализует четко в дальний угол. 1-0. КамАЗ. МОЛОДЦИ! 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 Моментов не то, чтобы много, да и не то, чтобы они есть. Зато есть очень много борьбы и немалое количество фолов. Первый тайм так и заканчивается, а счет остается неизменным. Первый тайм закончился, и я могу сказать, что это было только очень холодно. Был один гол, был еще пенальти не забитый, но в целом единственное, что я запомнил за весь первый отрезок игры, что было холодно. Холодно. Теперь тайм второй, и тут все то же самое. Нет моментов, есть борьба. НОСТА перехватывает инициативу, но подобраться к воротам хозяев как не силится, все не может. Оттого частенько кипят нервы и футболисты. КАМАЗ же на контратаках играет несколько острее, хотя по факту до голевых моментов тоже не доводит. А жаль. В общем, автозаводцы засушили его и по своему сценарию довели его до финального свистка. Закончился этот шикарный матч сегодня. КАМАЗ победил НОСТу 1-0. Не то, чтобы матч был каким-то фееричным, но была борьба, был накал страстей, в общем, было достаточно интересно. Так вот, если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки и подписывайтесь на проект Фанка. С вами был Александр Дегтярев. Пока! Сегодня на студии был футбольный обозреватель, создатель проекта Фанка Александр Дегтярев. Саша, спасибо большое еще раз. Спасибо тебе, что позвала. Ну и на этом у нас все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго, до свидания.